Здравствуйте, меня зовут Полина Баттичелли, я психолог, художник и буддистка. В этом видео я буду говорить о своей художественной ипостаси. И хочу рассказать об одной из своих картин. И здесь это будет художественно-психологическая ипостась, потому что эта картина является, с одной стороны, ресурсной, с другой стороны, диагностической. И прежде чем я о ней расскажу, я её покажу. А вы, в свою очередь, если хотите что-то о себе новое узнать и понять, обратите внимание на то, в какой последовательности вы смотрите. Ну вот сейчас я просто вам показываю. Посмотрите, на что вы обращаете внимание. В первую очередь, во вторую, в третью. А теперь я расскажу о том, как я её создавала. Значит, сначала мне приснился сон. У меня вообще такая довольно была трудная ситуация в жизни. Я вот там собиралась переезжать в Германию, делала визу. Всё было очень неопределено, много было поводов для тревоги. Но на самом деле я как-то такая оптимистка, поэтому эта вся тревога, может быть, где-то была на бессознательном. И вот мне приснилось, что я плыву в море, а со дна всплывает огромная черепаха. И она смотрит прямо на меня, вот она так близко. Вот её голова показывается над поверхностью воды. И её вот эти глаза, и она на меня смотрит. И я в этот момент ощущаю что-то такое сильное, как, знаете, благословение какое-то. Ну вообще, вот я буддистка, и я, например, ощущала благословение просветлённых учителей. Такое совершенно необычное чувство, не похоже ни на что. И вот здесь вот такое же у меня было чувство. Просто меня вштырило от этой черепахи. И было ощущение, что она такая мудрая, эта черепаха, что она умнее, чем я, что она абсолютно разумное существо, что она вот какой-то такой даже учитель, что ли. И после этого сна мне, знаете, таким флэшбэком пришло ещё лицо девушки. Я нарисовала скетч в самолёте вообще сидя. Я вот просто закрыла глаза, и внезапно, как вспышка, так раз, я увидела это лицо. И потом как-то постепенно у меня пришло вот ощущение, что мне нужно нарисовать вот такую картину. Я как раз была в Подмосковье на первом триместре беременности. То есть мне было плохо в основном. И были в жизни всякие тяжёлые события, которые, ну прям чуть ли не можно было бы впасть вообще в депрессию. Как я всё это переживала. И мне вот в этот момент пришло чёткое ощущение, что мне нужно нарисовать эту черепаху. И я, значит, начала её рисовать. Я ещё не могла понять, как там у неё эти чешуйки. Вот если видите, здесь такие, не только пятна есть, но и определённые вот такие чешуйки у неё на панцире. Я не могла понять, как мне эти чешуйки нарисовать. Мне для этого сделать пришлось из бумаги, бумажный макет этой черепахи, чтобы наклонить её. В общем, пришлось потрудиться. И я нарисовала её сначала карандашом, потом я, значит, нарисовала электронную иллюстрацию. То есть нарисовала карандашом, потом линером перенесла это в фотошопе, раскрасила она. Мне казалось, что чего-то не хватает. Хотя это иллюстрация. Всё, я её уже как иллюстрацию для одной главы из своей книги взяла. И потом я уже, когда переехала сюда, в Берлин, я начала рисовать. Это мой один из первых холстов. То есть я всегда такая была, ну я же иллюстратор, ну какие мне холсты, мне бумага, карандаш, там фотошоп. Тут я подумала, нет, я художник, я не просто иллюстратор, я художник, я возьму холст. И вот я начала рисовать акрилом. Эту черепаху долго длилось, там, не знаю, несколько месяцев ушло. То есть у меня ребёнок был маленький и не всегда удавалось достаточно много времени найти для творчества. Но вот однажды я её всё-таки закончила. И самое последнее, что я нарисовала, это были медузы. И потом я стала думать, про что вообще для меня эта черепаха. И я увидела, как девушка держится за неё слегка вот так руками, но такое ощущение, что она, что черепаха как будто бы направляет девушку. И в общем, сейчас я скажу, про что это для меня, а вы потом можете сами решить, про что это для вас. Но вот у меня такое ощущение, что черепаха, она действительно, она мудрая, она знает, куда плыть и с какой скоростью. И задача девушки, а девушка, это, конечно же, я, это держаться за эту черепаху. То есть тоже усилия какие-то требуются, но не нужно постоянно думать о том, куда я плыву и как, потому что меня направляют, по сути. И вот эта черепаха, она про такое базовое доверие к себе и к миру, как сказала моя психотерапевта, которая увидела эту картину и даже целое упражнение вот это вот придумала. Это упражнение придумала не я, придумала Оксана Танкова, что, глядя на эту картину, мы можем посмотреть, а как мы вообще с вот этим, вот как у нас отношение с собой, с миром. Например, кто-то не замечает медуз. Это может быть про то, что мы не замечаем опасности, потому что медузы, они могут жалить. Но на самом деле, если ещё лучше подумать, то они не у всех будут вызывать это ощущение опасности. Не все люди, глядя на эту картину, думают, что медузы опасны. И это тоже говорит что-то о человеке, да. В опасной я нахожусь среде или в безопасной. Потом кто-то обращает внимание на то, он думает, куда смотрит черепаха, куда смотрит девушка, с каким чувством плывёт девушка и черепаха. Может быть, тоже здесь про какую-то опасность, например, в этом море. А для кого-то это просто про блаженство, про доверие, про наслаждение вот этим нахождением в потоке. И вот этот жест, девушка, когда держится за панцирь, мне кажется, это вот... В этом есть у меня ассоциация с знаменитой фреской Микеланджело, где вот так она выглядит. Я где-то прочитала, что вот этот немного согнутый фаланг пальца у Адама символизирует свободную волю человека, потому что, чтобы прикоснуться к Богу, ему нужно всё-таки этот палец выпрямить. Это должно быть его желание. И вот здесь мне тоже кажется, что девушка держится за черепаху, это её желание, чтобы её направляли на какие-то высшие, более мудрые силы. И желание довериться этим силам. То есть без вот этого желания тебя никто насильно никуда пихать не будет. Вот. Как-то так. Такие мои размышления, и эта картина уже участвовала в одной из выставок, где я как раз про неё рассказывала, и люди послушали. Потом мои друзья-буддисты сказали, моя подруга-полячка сказала «Тотали буддист спич». Когда я рассказывала про эту картину, она говорит полностью буддистская речь. Я не знаю, насколько она буддистская, но в буддизме, конечно, тоже. Хотя я думаю, что у многих вообще религиозных людей, в позитивном смысле религиозных, у них есть вот это ощущение некой высшей силы, которая направляет, который ведёт, которой можно довериться. И в каких-то сложных ситуациях, когда мы не знаем, что вокруг происходит и что будет завтра, вот как-то, что можно в этой ситуации тоже довериться тому, что есть какая-то высшая сила, которая о нас позаботится, которая знает, куда нам идти и как. Вот. Рассказала про свою картину. Делитесь в комментариях, что увидели вы в первую очередь и какие у вас были ощущения от этой картины и про что это для вас. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду рассказывать о других своих творческих работах. Также буду рассказывать о психологии и о буддизме и о жизни в целом. Записывайтесь ко мне на онлайн-консультации как к психологу. С вами была Полина Боттичелли. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok